Друзья, всем привет! Наверное, все помнят такой легендарный смартфон Poco X3 Pro. С ним связано очень много всевозможных слухов, легенд, мифов и тому подобного. Но это не отменяет того, что устройство действительно было крутым в свое время, и многие прям за ним гонялись. Но вот сегодня я хочу вам продемонстрировать интересный способ, как можно это устройство прокачать. Поэтому присаживайтесь поудобнее, и мы с вами начинаем. Что же, у нас подопытный получается под управлением MIUI 14. Да, именно той прошивки, которая не вышла для многих пользователей. И потому, если вам данная тема еще будет интересна в плане того, как это устройство перепрошить на MIUI 14, дайте об этом знать в комментариях. Наша же с вами прокачка будет заключаться в изменении рабочего стола. Потому что многим Poco Launcher не нравится. Да, это та самая фича, которая, ну скажем так, отличает Poco смартфоны от Xiaomi, от Redmi смартфонов. И многим мне как бы не нравится то, что мы с вами можем использовать в дальнейшем. Но понятное дело, что благодаря многим энтузиастам и там всевозможным мододелам, мы с вами можем изменить Poco Launcher. Но сразу хочу сказать следующее, что все эти изменения делаются через Magisk, то есть путем получения root прав. Но к этому мы еще дойдем. И в этом видеоролике, также ближе к концу, я продемонстрирую, как же можно всю эту историю поставить. В чем же заключаются основные особенности этого нового рабочего стола? Во-первых, то, что анимация была подтянута. То есть, допустим, что мы там с вами знаем, медленно сбалансировано и быстро. Тут алгоритмы перенастроены. И в целом, как бы у нас тут все открывается куда более лучше, чем это есть в Poco Launcher. Далее, у нас появляется жесть вернуться к предыдущему приложению. То есть, вы либо же можете этот свай подключить, либо же наоборот можете его активировать. Помимо этого, добавляется у нас также и вариант классического отображения рабочего стола, как это реализовано в том же MIUI Launcher, ну или же в HyperOS Launcher, как он нынче называется. Ну, а или же, если быть еще правильным, то в системной оболочке. Я лично себе именно такой вид активировал, потому что, как по мне, это более такая классика, нежели вот, допустим, то, что у нас там выпадает какое-то меню, и это не совсем удобно. Конечно, вы можете включить как Google Discover, так и отключить, допустим, свайп по рабочему экрану для вызова поисковика. Конечно же, я это отключу, потому что, ну, в некоторых моментах поисковик, когда выпадает, это очень неприятно. Следующие опции, которые также позволяют улучшить ваше устройство, это новая анимация разблокировки, а также Fluid Experience, то есть появление блюра в папках. Ну, допустим, что касается активации, вот, допустим, мы с вами разблокировали, ну и вот вы можете замечать, как новая анимация у нас проявляется на этом устройстве. То есть Snapdragon 860 может всю эту историю вывозить. Что касается у нас блюра в папках, то вот, допустим, мы нажимаем, есть еще такой моментик, что название папок у нас становится на английском языке, но это все можно, понятное дело, отредактировать от себя. И размытие в папках у нас выглядит следующим образом. Как по мне, очень интересно, и почему бы не воспользоваться данной темой. Есть у нас еще такая штука, как All Widgets Provider, но я не могу сказать, что это что-то рабочее, ибо я думал, что у нас добавятся там, допустим, новые виджеты, именно их новые виды, но, к сожалению, при активации данной опции мы с вами не получаем обновленного вида для активации приложений. Да, это, конечно, минус данного мода, но, опять же, как по мне, лучше так, чем вообще никак, и, в принципе, пользоваться тем же Пока Лаунчером. Еще добавляется такая тема, как App Spinning, или же закрепление приложений. Хотя, с одной стороны, вы мне можете сказать, что у нас, допустим, закрепление приложений есть, но это не совсем то закрепление, о котором идет речь. Вот, допустим, мы с вами зашли в недавние, тут мы с вами нажали на приложение, получаем уже всем стандартные, допустим, опции, а внизу у нас проявляется вот такая скрепка. Мы на нее нажимаем, и далее нам вылезает сообщение, что приложение будет закреплено, и оно будет показываться на экране, пока мы его не открепим. И для этого нужно выполнить своеобразный такой жест. То есть, мы с вами с этим соглашаемся, и вот, смотрите, приложение закреплено, и мы с вами из него выйти не можем. Да, это также новая фича, которая добавляется в новых MIUI, не повсеместно, понятное дело, но вот, допустим, на примере того же Poco F5 Pro, на примере Xiaomi 14, по умолчанию это можно найти. Здесь же мы этого с вами не находим. Что же нам нужно сделать? Мы от низа, получается, введем вот так вот сюда, и мы должны с вами тут еще задержать на какое-то время данное приложение. И вот, наконец-то, у меня получилось данное приложение открепить. Ну, в любом случае, фича тоже очень интересная, и вот, допустим, на том же Poco по умолчанию, я не думаю, что это бы появилось. Что еще из такого интересного у нас еще можно тут найти? Это стиль отображения недавних. Ну, понятное дело, стиль iOS. Сейчас я вам понаоткрываю всяких приложух, и где я вам продемонстрирую, как это в реальности будет выглядеть. И вот, пожалуйста, ну, понятно, что белый фон, это то, что у нас там приложения не прогрузились. Допустим, мы с вами сейчас выйдем, пускай сообщение прогрузится, дальше что там у нас, телефон пускай прогрузится. Ну, и в целом, вот как бы-то так оно у нас и выглядит. Как вы можете заметить, особых каких-то лагов, подвисаний фрезов не наблюдаются, и это очень, конечно, хорошо. Поиспользовал я данный мод уже как с пару дней, могу отметить, что на постоянное использование это очень даже. Теперь мы с вами переходим ко второй части данного видеоролика, к вопросу, как же это все добро установить. Нам потребуется, конечно же, Magisk, нам потребуется разблокированный загрузчик, нам потребуется с вами модуль, который вы найдете в описании под этим видеороликом, вам потребуется ТВРП, либо же, ну, именно само ТВРП, либо же там леса, то есть кому как удобно. Если ваше устройство уже разблокировано, отлично, мы с вами переходим дальше. Если у вас загрузчик не разблокирован, тогда я также в описании оставляю инструкцию на то, как это можно все дело провернуть. Поскольку загрузчик у нас уже разблокирован, нам ничего не остается, кроме того, как перевести устройство в фастбут и накатить на него кастом на рекавери. Для перевода в фастбут мы с вами, как и обычно, удерживаем клавишу питания, нажимаем на перезагрузку, дважды это подтверждаем, и в этот момент еще клавишу громкости вниз будем с вами нажимать, и удерживаем до того момента, пока не попадем в режим фастбут. Как только видим с вами заветную надпись, можем смело подключать устройство к компьютеру. Ну и что же, дальнейшие действия на компьютере. Как и обычно, мы с вами после того, как подключили наше устройство, проверяем, что там по поводу диспетчера, потому что если в нем будут наблюдаться определенные проблемы, то, соответственно, у нас с вами ничего не получится. Нас с вами в диспетчере будет интересовать Android Device, такой подраздел, в котором будет Android Bootloader Interface. Если же, когда вы подключаете свое устройство, вы наблюдаете в Android такой, как значок восклицания, или же такой, как треугольничек, который вам указывает на то, что есть какая-то проблема, вы не пугаетесь, нажимаете дважды на эту всю тему, выбираете драйвер, обновить драйвер, найти драйвер на этом компьютере, и перед тем, как вы это все, конечно же, проделаете, вам необходимо будет поставить драйвера. После чего, как вы их поставили, можете нажимать смело в последний пункт, выбрать драйвер из списка доступных, и после чего выбираете вот этот. И у вас все произойдет успешно. Как только мы с вами с этим разобрались, дальше нас интересует установка TWRP, ну или же Orange Fox. На своем примере я буду использовать, по-моему, TWRP, ну то, что как бы у меня на компьютере лежит. И дальше, если у вас, к примеру, Windows 11 или Windows 10, вы просто вместо названия пишете KMD, и после чего вам открывается командная строка, где вам необходимо будет ввести следующую команду. Рекомендую вводить так же, как и я, потому как это уже отработанная схема, все прекрасно работает и все прекрасно так же будет заливаться. После чего вы нажимаете Enter и дожидаетесь, пока у вас установится TWRP. Далее, как только мы с вами все это провернули, нам необходимо удержать клавишу питания и громкость вверх. Это мы с вами одновременно нажимаем и дожидаемся, пока у нас с вами произойдет вибрация. Как только вибрация есть, питание отпускаем, далее удерживаем клавишу громкости вверх, до того, пока мы не зайдем в наше TWRP. Также еще в этот момент мы не отсоединяем устройство от компьютера, потому как нам нужно будет скинуть файл Magisk, именно самих rootprav, а также сам файл этого обновленного рабочего стола. Далее, как только вы все закинули, нажимаете раздел Install, и тут нас интересует установка самого Magisk. Вы делаете свайп, и после чего у вас появится Magisk на рабочем столе. Но там также есть определенного рода моментики и нюансики, о которых я вам также сейчас расскажу. Как только rootprav у нас установились, вы просто нажимаете reboot system, потому как у нас нет надобности что-то вайпать, что-то форматировать и тому подобное. То есть просто банальная перезагрузка в систему. И вот мы с вами запустились в систему. Дальше нас интересует именно сам значок Magisk. Но тут, как вы видите, у меня все нормально, потому что он изначально у меня был предустановлен. Если же у вас наблюдается проблема, когда вы нажимаете на сам ярлык Magisk, а у вас долго все там происходит, установка, вам необходимо просто переименовать тот архив, который вы закидывали из zip, в apk файл. И просто как apk файл это все установить. Далее, что нам потребуется, раздел модули, установить из хранилища. Тут мы с вами выбираем наш модуль, который нам необходим. И, соответственно, он у нас будет вот следующим. HyperOS Poco Launcher, Mode Release 4.39.14, ну и так далее. Мы с вами нажимаем ОК, дожидаемся конца установки и вновь перезапускаем наше устройство. Ну и уже дальше мы с вами получим необходимый результат. Ну и что же, какой же у нас итог всего этого действия. Мы заходим с вами в раздел рабочий стол и получаем следующее. Также, для того, чтобы быть полностью уверенным в том, что мы с вами все правильно проделали, заходим обратно в MyGIFS к модуле и смотрим, что действительно у нас все правильно установлено. Так что, пользуйтесь, прокачивайте свой X3 Pro и получайте новые впечатления и ощущения от данного устройства. Ну а если у вас еще остались какие-то вопросы, смело пишите их в комментарии, там мы с вами и пообщаемся. Ну а на этом у меня на сегодня все. Спасибо за внимание и до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok